Всем привет! Сейчас я вкратце расскажу про газовое оборудование, про печи, обогреватели, лампы, что вам нужно и не нужно в походе. Но начать хочу с первого. То есть, если вы всерьез собрались ходить в зимние походы, газовое оборудование замечательно, но хорошо согревает, с ним действительно тепло зимой. Но начну с того, что ориентируйтесь в первую очередь на собственную подготовку, на собственную одежду, на спальники, на хорошие спальники. Потому что газовое оборудование в любой момент вас может подвести. Скажем, был, например, момент, когда у этой грелки сломался переключатель и в условиях уже зимнего похода мы просто на нем не смогли ее завести. Ну, как бы ничего, справились, но вот такой совет. В первую очередь не рассчитывать, что газ спасет вам жизнь. Следующее, как я сказал, что это все замечательно, все работает, все греет, по поводу веса. Собственно, лучше, опять-таки же, брать в расчет хорошие теплые спальники, хорошую одежду. Потому что это будет и безопаснее для вас, и потому что так даже будет легче. Ведь вместе с тем, что, например, тащить такую грелку, к ней нужен еще газ. Допустим, к примеру, для такой грелки одного баллона газа хватает на три часа. Ну, то есть плюс-минус на ночь отоспаться. И то это в зависимости от того еще, как долго вы собираетесь находиться в палатке. Может быть, вы будете 12 часов с ужином, сном и завтраком. Соответственно, это четыре баллона на одну ночь только. Параллельно этому вам надо готовить. И неизвестно, сколько вы планируете провести ночей во всем этом процессе. Следующие минусы обогревателей – это вот эта горячая часть. То есть, чтобы с ним греться, нужно ставить его в палатке. Но не раз такое было, как ни крути, как ни старайся, кто-то, кто ближе всего к этой печке, так или иначе, там, рукавом, спальником, курткой, штаниной, там, ногой влазит в эту горячую часть. Ну, есть, ни разу мы не загорались с ними, не было каких-то сполохов пламени и воспламенения палатки. Но факт в том, что часто происходит именно прожигание вещей за счет того, что прижался где-то во сне незаметен. Но это еще один из минусов. Вещи портятся. То есть, тут нужно быть крайне внимательным. Да, мы ни разу не загорались, только прожигали себе вещи. Но, тем не менее, тоже риск такой может быть. Единственное, чтобы сократить этот риск, допустим, данная печь, Гавея, проверенная фирма. Уже многое прослужило. Тоже печь Гавея. Лампа Гавея. И также для зимы, по крайней мере, рекомендую и газ брать Гавея. Он более морозостоек, легче его разогреть и зажечь с ним печку. В отличие от всяких дешевых вариантов. Ну, тут мы уже, нам было не до того, чтобы бежать в Тибет, это магазин в Владивостоке, где это можно взять. Теперь к лампам. То есть я лично в первый раз столкнулся с обогревателями, ну, не считая печей для приготовления пищи. В виде ламп тоже выдают тепло. Параллельно с ним и свет. Я бы сказал, весьма неплохо греют. В случае с лампой они более экономичные. Вот такого баллона газа им хватает, ну, примерно часов на 8. То есть на ночь хватает баллона. Но и тепла, соответственно, они дают гораздо меньше. Плюс, конкретно уже холодной зимой одной лампой вам не обойтись. Потому что температура в палатке будет гораздо ниже возможности газа не замерзать. То есть газ в баллоне замерзнет, соответственно, печка потухнет, соответственно, тепло прекратит согревать и палатку, и баллон газовый. Поэтому, чтобы это работало зимой, нужно как минимум две печки. И уже они смогут создать, ну, какую-то более теплую атмосферу в палатке. Что, конечно, все-таки приятно, когда можно вылезти из теплого спальника, и при этом уже собраться, что-то сделать, и у тебя не отмерзали пальцы. Но нужно их иметь как минимум две. Сейчас для образца у меня двух нету. Вторая уже давно была разбита. И в качестве дополнительного, скажем так, полезная вот такая самодельная вещь, такая титановая пластинка. Как бы отражает тепло от лампы вниз. Ну, сейчас в условиях, когда работает эта печка, в принципе, довольно-таки тепло. Тоже обратите внимание, вот сейчас она подвешена на металлическую проволоку. Забыл с собой, просто не взял. Кожаная ленточка, на которую я уже вешаю ко всяким палаточным веревкам. Потому что, когда вот эта вся цепь нагреется, ну, вы можете поймать затылком эту лампу. Не загорались еще ни разу, но, скажем, что касаемо плохого опыта, да, и падали, и ловили их, собственно, когда висели они чисто на металле. Единственное, в данном случае, ну, экран не дает так сильно цепи быстро нагреваться. Ну, тем не менее, ночью будет неприятно, когда вы поймете, что на вас упала лампа. Ну, и в случае, почему рекомендую брать именно кавеевский газ, а не, ну, не знаю, что это, по пути зашли, что попало купере. Скажем, зимой, когда плохой, когда газ, в принципе, замерзает, а плохо горит, а если это еще и дешевый газ, то он даже не то, чтобы горит, он начинает протравливать наполовину, и уже с полохи пламени происходит не там, где они должны быть, а где-нибудь, в случае с лампами, выше. Ну, вот уже был один плохой опыт с плохим газом. Лампа зажглась, ну, и полыхнула, прожгла вот эту всю сеточку. Ну, тут уже другая ткань сверху, так что не суть важна. Ну, тоже такое может быть. Ну, надеюсь, кратко и понятно. Ну, а теперь, что касаемо обычных печек, опять же кавея, уже старая, уже убитая, уже многое пожила. Я даже скажу, я не первый ее хозяин, мне друг ее отдал, я свою прошлую сломал. Зимой, опять-таки, зажигалка всегда может замерзнуть, намокнуть и просто не зажигаться. Ну, сейчас все хорошо, более-менее. А вот такая штука, в плане той же самой газовой печки, вас очень хорошо подстрахует. То, что баллон газа с лампы взорвется и загорится, можно не бояться. Что касаемо ламп, то есть, чтобы зимой они работали и давали хоть какое-то тепло, нужно их как минимум две. И можно не бояться. То есть, в нашем случае там висело две, три, одна рядом тут, другая там чуть пониже, и по античковому баллону. Баллон, чтобы нагреть и взорвать, и взорвать, очень тяжело. Лампа в условиях зимы, холодной палатки, такой температуры далеко не даст. Но единственное, собственно, все вот эти ковейское оборудование, оно рассчитано на резьбовые баллоны, то есть, не стандартной цангой, а с резьбой. Здесь переходничок. Да и, в принципе, даже с резьбовым баллоном, как бы, следить за тем, чтобы несколько вот этих ламп, и одна из них, естественно, не прижималась к этой пластиковой части. Здесь прокладка резиновая, чтобы вот эти вещи не перегорали. Иначе тогда будет большой бум. Ну и что касаемо зимы и газа. Зимой газ замерзает. Газ лучше держать в тепле. То есть, там начали ставить лагерь, ставить палатку. Баллон, который должен быть уже заряжен, достали. Сунули где-нибудь под куртку, под кофту, чтобы он уже нагревался, чтобы он горел. Что касаемо лампы. Ну, в принципе, приобретение довольно-таки полезное за счет своей экономности, компактности, легкости. Даже в теплое время года, во время дождя на кемпинге, как ни крути, тепло на серно дает. И весьма хорошо убирает, просушивает лишнюю влагу, которая скапливается под тендом у палатки. При этом все дополнительное освещение, как ни крути. То есть, у нас лично был такой случай. Один из баллонов, у него попросту слетела вот эта крышка, он также находился в углу палатки, прижался к лапанам, ну, к чему-то, и в течение всей ночи, зимой, потихонечку травил, 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 травил. В итоге наутро мы такие больные просто проснулись. Ну, как из такого слютого водуна. Так что тоже имейте в виду, что можно еще и вот так себя подставить. Не только с огнем, но и просто обнюхавшись этим газом. Такие рекомендую пользоваться именно газом ковея зимой. Да и летом на самом деле тоже. Все эти печи гораздо лучше работают с ковейским газом. Ну, а теперь будем кипятить чаечек, готовить, кушать. И готовиться ко сну. Музыка. 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 Музыка.